Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Метамархозов, и это Львиная битва 4, последний отборочный этап битвы за Гран-при. Это Лига Р3, и сегодня у нас люди проходят в городе Москва, в большом зале, на последнее время в Гран-при еще место, на Крылья Совет. Тут нас ждет порядка 25 бойцов, самых лучших бойцов, которые отобрались. До этого у нас прошло 3 турнира в городе Санкт-Петербург, и сейчас мы зашли в столицу России. И сегодня будет в Майзине жарко, так что градус накалится просто нереально. Ну что, я думаю, все готовы, и мы будем отнадывать этот дом не наше. И мы начинаем! Всем, который нам помогает, поддерживает, всем отдельное спасибо. Мы с ним уважаем. Тогда, друзья мои, давай позовем первую пару. Да, ну что, дорогие друзья, у нас первая пара, и это весовая категория до 57 килограмм. И первого красного галактогона я хочу позвать, бойца, представляющие Узбекистан, встречайте, Южако Швако! Он под названием Львиная битва. Для вас сегодня комментируем я, Игорь Рязанцев, Георгий Цгоев. Георгий, привет! Всех приветствую, с Карелев Советов из Москвы, вот эту жаркую погоду. Думаю, сегодня будет жарко на Стокольнике. Да, друзья, нас ждет настоящий марафон. 25 боев подготовила для нас промоутерская организация Львиная битва. Турнир подготовлен, и мы должны это отметить, Рустамом Рахмоновым, организатором боев компании R3, а также северо-западной региональной общественной организации боевого самбо. 25 боев нас сегодня с вами, друзья, ждут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем ассалам алейкум. Меня зовут Южаков Шахбос. Я родом из Узбекистана, Ферганская долина. В 2019 году я приехал в Москву на заработки. Чуть-чуть были осложнения дома. С заработками я... Ну, меня знакомые позвали, что такой турнир есть. Поучаствуй, покажи себе, может получится там. Я подумал, я вышел и вот хочу достичь своей цели. Я поставил себе цель и буду достигать. Всем ассалам алейкум, братья. Первыми выходят в октагон Южаков Шахбос и Мажидов Мухтаржон. А его соперником из Синелута встанет также бойц, представляющий Узбекистан. Встречайте! Мажидов Мухтаржон! Мажидов Мухтаржон выходит в октагон. Да, выходит в октагон Мажидов Мухтаржон. Ему 22 года, его вес 57 килограммов, рост 1 метр 80 сантиметров и его рекорд. Один профессиональный бой, одна победа, одно поражение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встречит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Бойбой прямо на нашей комментаторской позиции. Бойбой, Бойбой, Бойбой! Бойбой, Бойбой, Бойбой! Честно сказать, у меня было впечатление такое, что бой закончится прямо в первом раунде. И фактически дважды Шахбосс мог победить в этом бою. Ухищник набросился у нашего соперника Шахбосс и даже попытка удушения, но взорвался захват. Богатый на... Ну что, второй раунд и посмотрим, насколько сохранились силы оба бойца. Бойбой! Не смотрел на свой высокий рост для наилегчайшей весовой категории. Бойбой! 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 Попадание. Шарбос вновь попадает. Очень острый шарбос. Работает в стойке. Ударник сразу видит динамит у него в левом голове. Да, сразу видно хорошо поставленные удары. К сожалению, немного информации у нас о бэкграунде бойцов. Но есть такое подозрение, что кто-то ударного вида спорта, как боксер или боксер, шарбос учитывая его мощь и его кулаков. И вот теперь мы видим, что Мухтаржон оказывается в фуллмаунте. Явно была ошибка Шарбоса. Находился он в хорошей позиции, но вот эта ошибка в партере и вновь отдает шею. Но судья не дает подозрение. Да, вновь такие правила. Вновь поднимают бойцов. Стойку. Тяжело поднимается Шарбос. Много сил отдано. И еще один слой в партере попадает Шарбос. Так, и закончим второй раунд. Безкомпромиссные, конечно, зарубились фирганы. Ушаков Шарбос представитель фирганы. Его соперник Мажидов Мухтаржон. На Манган. На Манганский боец. Так, смотрим повторы. Очень острое попадание. И практически все, что Шарбос выбрасывает левой рукой, все доходит до цели. И вот это попадание, конечно же... И я думал, что все. Вот сейчас будет поставлена точка в бою, но нет. Мухтаржон выстоял в очередной раз. И как ничего не звал, он переводит в партер. И соперники пытаются сделать волосы. Отважный боец. Ну и стойкий боец. Вот чувствуется, что есть подготовка очень хорошая, в том числе и психологическая. Несмотря на пропущенные удары, ему удается выдерживать весь этот натиск. Вообще сильный удар. Да, сильный, акцентированные удары. Заключительный третий раунд. В первом бою. В следующем бою. Длинная битва. Да, сразу же... Сразу же... Торжон пошел в борьбу. Все получаем. Не боись, как ему сорвись его. Вторая попытка пройти. В первом бою. Нацепи его в полную шарфу. Не надо на полку. Чуть-чуть стропни с отчетки. Есть ощущение, что успех еще все-таки в бред. Но это очевидно. В стойке, конечно же... Конечно же, в стойке Митарлендер и Митарлендер и Митарлендер упал. Митарлендер не ведет активную борьбу. А это не финиш. Это не финиш. Это всего лишь закончилось время партера. Митарлендер не ведет. Торжон, которые не перенесли. Митарлендер не ведет. Я перенесу свои извинения через жителям за дезинформацию. Дезинформативно. 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 Он принимает абсолютно правильное решение, потому что борьбы никакой не происходило. Рептриарь принимает решение поднять бойца в стойку. Причлобный формат 3-3 игр, он добавляет динамики и зрелищность. Но, естественно, у тебя меньше на 2 минуты для того, чтобы навязать свое преимущество, что-то сделать. Меньше времени на раскачку. Очень много сейчас пропускает Шампоз. Конечно, это раунд. Можно записать в активный вторжёнок. Раунд закончен. Закончен бой. И вот мы видим, в октагон выходит Рустам Рахмонов, организатор турнира «Львиная битва». А мы ждем судейского решения. Напряженный бой. Но, на мой взгляд, победил Мухтаржон. Несмотря на пропущенные нокдауны в первом и втором раунде. В третьем все-таки больше получалось. Наверное, все-таки за счет того, что Мухтаржон сохранил больше сил. Лучше был функционально подготовлен. Я не знаю, как будут считать судьи Балла. Но, учитывая активность Мухтаржона, попытки... Ну что, дорогие друзья, у нас есть решение. Ждем все. В этом бездком провисном и ожесточенном бою. Боевое вечеринство! Я думаю, что справедливое решение, потому как в первых двух раундах больше сделал шах-босс. У него были нокдауны. Он острее атаковал стойки, но затем потратил много сил в борьбе. Почувствовал, что функционально бороться он не очень готов. Много сил отдает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok